Эту комнату принято называть не иначе, как святая святых всего телеканала. Именно отсюда каждый день выходят в эфир авторские передачи и выпуски новостей. Вокруг мониторы, пульты, а внутри этого шкафа коммутаторы и даже оборудование для прямых трансляций. Без такой техники не сможет обойтись ни один телевизионный канал. Но дело не только в аппаратуре. За работу нашего эфира отвечает вот такая компьютерная программа. Она помогает специалистам выстраивать вещательную сетку и с точностью до миллисекунд просчитывать время. Можно в процессе буквально реального времени совершать какие-то, как-то редактировать это все. В прямом эфире тоже мы этим занимаемся. Накладывать какую-то строчку, баннер, логотип. Далее можно в этой программе узнать технические характеристики какого-то ролика. Национальное телевидение освещает все крупные события, которые происходят в республике. Причем нередко делает это в прямом эфире. Съемки концертов – наш конек. Для того, чтобы на экране зрители увидели динамичный видеоряд, мы используем даже операторский кран. Вообще изображение, а на телевизионном языке картинка нашего телеканала отличается от других. Сигнал передается в формате высокой четкости. Камеры, на которые снимаются сюжеты – это тоже последний писк телевизионной моды. На что только в разные годы не снимали телевизионные камеры, кассеты ВХС, БТКам. А уже потом на смену им пришли носители цифровых форматов ДВКам. Кто бы знал, что было, если бы на смену этим технологиям не пришло ничего другого. С нашими-то объемами работы. Отснятым на ленту материалом можно выложить расстояние от Чебоксар и до самой Москвы. Но у нас в архиве кассеты на полках не пылятся, ведь наши операторы используют в работе вот такие флешки. Снял материал и скопировал на жесткий диск. Ведь раньше, чтобы смотреть видеоряд, корреспонденты выстраивались в очереди магнитофоном. За три года у телекомпании накопился огромный архив. Все сюжеты и передачи хранятся вот на таких серверах. На жесткие диски может поместиться более 50 терабайт, и они пополняются каждый день. Вообще режиссеры в монтаже используют самые продвинутые программы. На таких возможно воплотить любые задумки корреспондентов и даже создать 3D-эффекты. Что касается новостейных сюжетов, то порой приходится делать их с колес. Горячие новости в эфире – это то, что надо. Если очень постараться, то можно сделать за буквально пару минут. Потому что бывают такие случаи, что у нас сюжеты горят, и мы быстро, чуть ли не на коленочках, пишется он и монтируется в считанные минуты, потому что вот-вот должен выйти в прямой эфир. По работе также используют программы Adobe – это Photoshop, After Effects, и вообще пакет Adobe – это незаимая вещь для сферы мультимедиа, потому что помогает во всем. То есть без этих программ просто никуда. Сейчас канал смотрят не только в республике, но и за рубежом. На сайте всегда доступна ссылка на прямой эфир. Национальное телевидение прочно обосновалось и в социальных сетях. Теперь наши странички стали полноценными информационными ресурсами. Количество подписчиков увеличивается каждые сутки. Мы обычно выкладываем новостные сюжеты, и некоторые из них вызывают довольно бурные обсуждения, комментарии. Некоторые сюжеты у нас на канале на YouTube набирают очень много просмотров. Например, самый популярный сюжет – это выставка «Кулибин». Там, где был сюжет про то, как люди делают самодельные трактора, он набрал больше 200 тысяч просмотров. Но то ли еще будет. Техническая база телеканала продолжает совершенствоваться. А это значит, что зрители телеканала ждут новые открытия. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.